Простите, но я не хочу быть императором. Это не моя цель. Я не хочу никем править и никого завоевывать. Я хочу всем помогать, евреям, обездоленным, черным и белым. Мы созданы, чтобы помогать друг другу. Это цель каждого человека. Мы должны радоваться человеческому счастью, а не наживаться на страдании. Мы не должны ненавидеть друг друга. В этом мире найдется место для каждого. Наша земля необъятна. Она накормит каждого. Мы можем жить свободно и счастливо. Но забыли, как это делается. Человеческие души отравлены жадностью. Мир полон ненависти, который толкает нас на кровавый путь. Мы изобрели быстроходные машины, но заперли в них свои души. Изобретения не принесли нам желаемого богатства. Наши знания превратили нас в циников. Ум сделал нас злыми и жестокими. Мы слишком много думаем и слишком мало чувствуем. Мы нуждаемся не в открытиях, а в простой человечности. Не в развитом уме, но в доброте и чуткости, без которых наша жизнь превратится в жестокую, бессмысленную троту времени. Нас сблизили самолеты и радио, которые должны стать средствами вселенской дружбы и пробуждать нас в доброту. Сейчас нас слышит весь мир, миллионы отчаявшихся мужчин, женщин и детей, ставших жертвами системы, которая превращает человеческую жизнь в пытку и лишает невинных свободы. Я говорю тем, кто меня слышит, не отчаивайтесь. Мы преодолеем эту жестокость, жадность и злость тех, кто боится и препятствует человеческому прогрессу. Ненависть пройдет, диктаторов не станет, а их власть перейдет в руки простых людей. Покуда живет человек-свобода, не умрет. Солдаты, не подчиняйтесь жестокости тем, кто вас презирает и обращает в своих рабов, внушая, как нужно жить, как нужно думать и что чувствовать, кто относится к вам, как к скоту и использует, как пушечное мясо. Не отдавайте себя в руки этих злодеев, этих роботов с механическим сердцем и разумом. Вы не роботы, вы не скоты, вы люди, и в вас живет любовь к человечеству. Вы не должны его ненавидеть. Ненависть неестественна для человека. Солдаты, не боритесь за рабство, сражайтесь за свободу. Святой Лука говорил, в душе каждого есть Царство Божие, не у одного, не у отдельной группы, у всех людей, у всех вас, у всех есть власть. Власть, чтобы сделать открытие, власть, чтобы сделать других счастливыми и превратить жизнь в прекрасное приключение во имя демократии. Воспользуйтесь этой властью, объединяйтесь и сражайтесь за новый мир, справедливый, в котором у каждого будет возможность трудиться, где у молодых будет будущее, а у пожилых стабильность. Обещая все это, к власти пришли негодяи, но они нам солгали, они не выполнили обещания, никогда не выполнят. Диктаторы порабощают людей. Так будем же бороться, чтобы эти обещания исполнились, чтобы мир стал свободным, чтобы не было национальных границ, не было жадности, ненависти и нетерпимости. Давайте бороться за разумный мир, в котором наука и прогресс будут залогами всеобщего счастья. Солдаты, во имя демократии сплотитесь!